Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа Акцент, выездной ее формат, и мы в страшном цитноте беседуем с генеральным директором группы компании InfoWatch Натальей Ивановной Касперской, соосновательницей знаменитой лаборатории Касперской. Огромное вам спасибо, что, несмотря на цитнот, вы нашли время. Давайте в телеграфном стиле, коли уж у нас все вот так вот горит, горит, горит. Только что закончилась ваша встреча с руководством и представителями ученого сообщества КФУ. В двух словах, что-то было полезное, вы что-то для себя записали, я видел. Во что это может вылиться? Ну, очень интересная была встреча. Во-первых, я поражена размахом работ, которые ведутся в КФУ. Я не предполагала, что такой широкий фронт. И мы сразу наметили возможную кооперацию по нескольким направлениям. Это и направление каких-то научных исследований, и, возможно, образовательное направление именно по обучению студентов. Мы делаем практический курс по информационной безопасности для практиков, и он вполне может вписаться в программу ВОЗа для старших студентов. По ходу встречи вы упомянули, что сейчас ваша компания, группа ваших компаний, но не только они, я думаю, и многие другие, которые работают в Москве, испытывают, уже начали испытывать дефицит качественных кадров, сопряженный еще с тем, что москвичи просят очень много денег. Ну, относительно региональных специалистов. Вы рассчитываете, что те кадры, которые готовятся здесь, например, в Казани, в Иннополисе, в Казанском федеральном университете, они будут удовлетворять вашим требованиям по качеству подготовки, ну, по зарплате, наверное, будут удовлетворять? Ну, знаете, надо попробовать. Да, вообще, мы, конечно, хотим расширять. У нас уже есть здесь дочерние предприятия, уже в Иннополисе есть структура. Но пока как-то не очень получается у нас там получать кадров. Может быть, получится вот с КФУ. И я считаю, что мы попробуем работать со старшими студентами, как-то их воспитывать и лучше их отбирать для того, чтобы они уже выполняли какие-то работы. У программистов в целом, да, вопрос, который будет интересен, я думаю, многим молодым людям, из числа студентов, из числа аспирантов, которые нас смотрят, где бы то ни было, там, в Ютьюбе, на кабельке. Расхожие представления о том, что советская математическая школа – это очень круто, соответственно, советские программисты – это очень круто. Это не какие-то там индийские коды, да, условно говоря. Это соответствует действительности или мы немножечко уже завышаем, ну, просто... Не-не-не, в целом соответствует действительности. Действительно, у нас качество программиста высокое. Мы пробовали работать с зарубежными командами, там, в общем, вообще, вы когда вот упомянули дефицит кадров, на самом деле, дефицит кадров – это всегдашняя проблема, она не сегодня появилась. Качественных кадров не хватает всегда. И в тучные годы не хватало. И всегда везде, да. Поэтому это не какой-то... И так же и программистов, да. Программистов много, хороших мало. И мы будем работать, значит, соответственно. Вообще-то вы приехали сюда для того, чтобы участвовать в конференции ЦИПР, да? ЦИПР – это о цифровизации промышленной России. Если расшифровывать за плеветуру, ПР – промышленная Россия. Наверное, я задам неправильный вопрос, но я не могу его не задать. У меня такой... Нет ощущения, что промышленной России-то не существует уже. Что цифровизать? Что подвергать цифровизации? Ну, это такой нечестный вопрос, вы задаете, конечно. Почему? Ну, во-первых, есть предприятия, все-таки, и они встают на ноги. Но вопрос цифровизации, он такой сложный. Потому что цифровизация, ну, там, ради цифровизации, на мой взгляд, вообще смысла мало имеет. Потому что можно быстро натолкать каких-нибудь импортных технологий, и мы вместо улучшения экономической ситуации и улучшения нашего промышленного развития, мы получим, наоборот, усугубление. Мы получим цифровую колонизацию вместо развития. А поскольку все современные технологии, производители всегда стараются закрепить за собой управление этими технологиями, желательно удаленно и желательно так, чтобы клиент соскочить не мог, то это делает вообще цифровизацию очень опасной. Поэтому мне кажется, что цифровизация должна быть так серьезной с оглядкой и, конечно, базироваться на отечественных технологиях. То есть сразу заниматься даже не импортозамещением, а импортопережением. Так вот, сейчас мы неизбежно... У меня два последних вопроса, я так полагаю, если не будет уточняющих. Мы неизбежно быстренько от цифровизации переходим к политизации. Я читал некоторые ваши интервью, я смотрел вашу дискуссию с Германом Оскаровичем, по-моему, прошлогоднюю или позапрошлогоднюю по поводу цифровизации. И, свеженьки, вы говорили в том числе о проблемах суверенизации, защиты информации и вообще суверенного пространства, в том числе цифрового пространства. И был принят сравнительно недавно закон о так называемом суверенном рунете, который многие-многие с либеральных позиций критиковали. И вдруг позавчера буквально Хуавей отказался от сотрудничества. Да, 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 это интересное очень новое. Теперь на очереди Гейтс и еще группа компаний. Ну, они все откажутся, конечно. То есть вот эта сказка про то, что есть красивые, совершенно независимые от государства, корпорации американские, они на самом деле не имеют ничего общего с действительностью. И мы видели, как они все выстраиваются свиньей и делают то, что им скажут. Да, свиньей – это хороший образ в данном случае. При этом… Похожение к китайцам. Ну, да, по отношению к китайцам. Причем, вы знаете, там же экономическая причина в основе. Там же экономическая причина. Да, они сделали хорошую технологию, которую американцы пока не сделали. И что они делают? Вместо того, чтобы честно конкурировать, да, за что они ратуют, они вводят прямой протекционизм, причем в таком очень жестком формате. Ну, вы знаете, это, мне кажется, очень хороший пример того, почему нам стоит задуматься об импортоопережении, а не пытаться сейчас набрать всего, чего только можно. Причем, знаете, часто используют аргумент, что, ну вот, за рубежом уже есть хорошие апробированные технологии, у нас новые неапробированные. Ну, во-первых, не попробовав, ничего не получишь. Поэтому надо эту апробацию делать. Это значит, что нужны клиенты, на которых будет, собственно, делать. Чем больше будет клиентов, тем лучше будут технологии. Это первое. Ну, а второе, есть безопасность страны, и, извините, тут уже никакие другие экономические аргументы вообще, они должны быть вторичными. Ну, из-за кругля или там закольцового этот сюжет, получается, что, в общем, вот такие законодательные регулирования, а-ля, там, вот этот вот закон о цифровом рунете, о суверенном рунете, он, на самом деле, имел под собой какие-то основания? Ну, понимаете, вот его называют законом о суверенном интернете, а вообще-то говоря, это закон о том, что рунет будет работать в случае его отключения. Ну да. То есть он не является, это не том, что мы хотим сделать свой интернет суверенным. Это, ну, неправильная трактовка, да, его даже название в СМИ исказили. А на самом деле, да, да, на самом деле говорим о том, что если нас отключат изнутри, то есть извне, а сейчас есть техническая возможность, вы понимаете? Есть техническая возможность. Если есть техническая возможность, то, вот знаете, как бухгалтерский принцип, если есть возможность кража, да, техническая, значит, считай, что это краж совершенна. Вот так, если есть техническая возможность нас отключения, что мы тогда будем делать? Ну, вот закон ровен об этом. Я надеюсь, что мы что-то сможем сделать. У меня последний вопрос. Есть такой футуролог, Леон Гард. Он заявил, что через 10 лет все программисты на нашей планете будут безработными. Мне кажется, это не имеет под собой никакой основы. Видимо, он никогда не работал с программистами и не понимает, как создаются технологии. Потому что технологии создаются программистами. Компьютер ничего сам не считает. Компьютер только выполняет ту задачу, которую ему дал человек. Я задал этот вопрос, потому что была размещена эта статья на одном из сайтов. Даже не на одном. Я специально посмотрел по обращениям. Катастрофический всплеск обращений. Многих молодых, похоже, это реально обеспокоило футурологический прогноз, что все, ребята, вас тут учат, а вы через 10 лет вообще никому не нужны будете. Я вот на этой ноте хочу закончить нашу сегодняшнюю программу. Господа будущие программисты, будущие кибернетики, будущие специалисты в области информационной безопасности, прислушайтесь к Наталье Ивановне Касперской. Она сегодня была у нас в эфире в программе «Акцент». На ваш век работы хватит. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин